Сегодня вечером рада приветствовать всех сильных и отважных, всех тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему. Позвольте представиться, кто меня не знает, меня зовут Анастасия Авдеенко, я директор компании Арифлейм из города Барнаул. Мне 34 года, я мамочка в декрете, по профессии врач-стоматолог. Приятно познакомиться. Да, друзья, в компанию Арифлейм я пришла 24 февраля прошлого года, за полгода вышла на уровень старшего мужа, и вот в прошлом каталоге, в четвертом, закрыла, уже это так правильно говорить, закрыла звание директора. Это такая первая, первая самая ответственная ступенечка, которая ждет еще тех, кто на нее не вышел. Это такой самый-самый-самый минимум, на котором даже не стоит останавливаться. Это такое, знаете, такое начало, как вот когда ребенок вставать только начал, он обязательно дальше пойдет. Ну вот когда он встал, кажется, вот просьба победа, да, ребят? Но с другой стороны, это какой-то промежуточный этап, да, между какой-то высокой целью, между тем, как пойдет человек, да, в жизнь, и между тем, как он еще совсем ничего не умел. Поэтому, ребят, сегодня я вам постараюсь рассказать то, как я работаю, то, какими методами я рекрутирую, как я приглашаю людей, и какие есть у меня интересные фишечки. Сегодня буду рада с вами поделиться. Итак, маленечко скажу про нашу систему работы, как мы работаем с командой, а потом буду говорить уже про рекрутирование. Конечно же, самый главный момент – это рекрутирование, ребят. Теплые, холодные рынки, комбинированные – это все не важно. Важно делать, важно применять любой способ, и тогда этот способ будет работать. Очень важно правильно запускать новичка, очень важно проводить вторые встречи, успешный старт и пользоваться системой трех встреч, когда мы назначаем встречи, да. Очень важно внедрять новичка в систему обучения, присоединять к системе вебинаров, да. Это скайп-чаты, литература, обучающие, да, ватсап-чаты. Все это, всем этим необходимо не пренебрегать. Также необходимо, очень важно, ребят, сопровождать новичков, услушек, действующих, всяких разных. И очень важно выявлять лидеров на начальных этапах, для того, чтобы не пропустить никого. Для того, чтобы вы могли вовремя создать команду из ключевых партнеров. Итак, ребят, перед нами всеми стоит частенько выбор, как же рекрутировать, каким же методом рекрутировать. Очень многие думают о том, куда бы податься. Ребят, скажите, поставьте плюсики, кто из вас на настоящий момент еще сомневается, каким методом работать. Есть ли те, кто боится, допустим, одного метода, либо другого? О, есть такие, ребят, среди вас? Или все смельчаки? Есть такие. Ага, отлично. Ребят, ну что я вам скажу, все с этого начинали. Страх – это нормальная реакция на что-то невведанное, на что-то новое. Все мы с вами здесь, я думаю, что большинство, да, являемся относительно новичками, потому что я считаю, даже вот год я в бизнесе, это еще совсем не срок, это еще, знаете, какой-то начальный этап, потому что когда человек учится в университете 5-6 лет, вот все считают, что это нормально. А для старта в своем собственном бизнесе почему-то люди считают, что несколько лет – это очень много, это практически полжизни. Вот, поэтому вовремя приводите аналогии и вовремя важно расставлять все точки над «и». Важно дать понять, что обучение – это такая же важная часть обучения нашему бизнесу, как обучение в университете, как обучение любой новой профессии. Вот. Сегодня я вам расскажу о своем любимом методе рекрутирования, о теплом рынке. Я считаю, что теплый рынок – это наиболее эффективный метод, да, и что кто боится теплого рынка, кто боится своих знакомых, друзья, вам нужно срочно пересмотреть свой взгляд, иначе ваших знакомых зарекрутирует кто-нибудь другой, иначе вам потом будет горько и обидно, иначе, когда вы решите добраться до теплого рынка, вы будете об этом сожалеть. Конечно же, я думаю, что будет правильно использовать оба направления в равной степени, либо приблизительно коррелировать, да, то есть не нужно отказываться от холодного полностью и идти только теплым, и наоборот, а по возможности лучше совмещать, для того, чтобы была какая-то статистика, для того, чтобы вы могли сравнить, для того, чтобы вы могли научить своих партнеров делать и то, и другое. Вот. И на теплом рынке рекрутировать можно, конечно, разными способами. Это офлайн, это живые встречи, да, онлайн, переписка, интернет, скайп, и микс. Микс, я считаю, наиболее оптимальным для нашего современного общества, для нашего времени. Ну, у холодного рынка, конечно, тоже существуют такие же варианты, да. Да. Вот. И все-таки я считаю, что самый эффективный метод рекрутинга – это все-таки живая беседа. Почему чуть позже мы с вами на этом остановимся? Я хотела бы вам привести примерную статистику по рекрутированию. Ребят, я думаю, что многие из вас уже с этим сталкивались, но для тех, кто еще не в курсе, я сейчас маленечко озвучу. Ребят, по холодному рынку, посмотрите, какие данные. Из 100 писем на e-mail кандидатам будет 1-2 регистрации. 100 контактов, когда даете информацию в переписке, будет 10 регистраций и выше. Ну, вот, чем чаще вы будете обращаться к этому методу, тем будет статистика лучше. Из 100 контактов по теплому рынку, обратите внимание, это ваши знакомые, 50 регистраций и выше. При качественно обработанных теплых контактов, одна-вторая заинтересуются вашим предложением, ребят. Из числа зарегистрированных, тоже очень важный показатель, друзья, по холодному рынку или незнакомым людям, из 100 зарегистрированных, возможно, всего лишь 1-2 директора, это в лучшем случае. По теплому из каждого десятка 1 человек будет директором, друзья. По-моему, здесь статистика говорит сама за себя. По-моему, отрицать теплый рынок глупо и бессмысленно. По-моему, всем, кто его еще боится, нужно срочно пересмотреть свои страхи и срочно пересмотреть свои методы работы. Вот. И, ребят, цель у нас такая, чтобы результат был через 6-8 месяцев, да, и научиться делать так, чтобы у нас была минимум 1 регистрация в день. Конечно, это идеальное состояние. Конечно, это идеальный результат. Бывает и больше, бывает и меньше, но всегда должна быть цель, к которой вы стремитесь, всегда вы должны знать, что если вы сделали 1 регистрацию, в принципе, вы можете расслабиться и отдохнуть, особенно если это у вас вошло в систему, да. То есть сделал регистрацию, особенно если сделал ее рекрутом, а не просто зарегистрировал, можно пойти в кино, можно отдохнуть, можно пойти погулять. Что важно, друзья, в рекрутинге? В рекрутинге нам важно создать массовый рекрутинг, важно создать поток кандидатов. Для чего? Для того, чтобы вы могли выбирать, с кем вам работать, кто из них будет проявлять активность, кто не будет пропадать, кто будет вас занимать своими вопросами, с кем вы и будете работать. Потому что время у нас это самое важное, самое ценное, что есть у нас с вами, это время, да. И вкладывать свое время, свои знания в тех людей, которые этого не оценят, которые просто будут сидеть и иногда выходить на связь, ничего не делая. Я думаю, что вы просто теряете свое время, которое вы могли бы потратить на что-то другое, на тех людей, кому действительно важны и нужны ваши знания, для тех, кому нужен и важен рост. И я вот в такой статистике пришла для себя, что если 10 контактов теплых в день качественно отработать, если качественно провести встречи, если качественно провести презентации, неважно каким способом, то одна регистрация в день у вас будет. И еще, какая фраза мне очень нравится, что важно помнить, что продукт, который мы продаем, это бизнес, это не баночки, ребят. Вот это, пожалуй, для меня из всего многообразия презентаций, даже может быть, из всей презентации для меня вот эта самая ключевая фраза, это самая главная фраза, в которой я рекрутирую. Это самое главное, на что мы зовем. Потому что, друзья, продукции очень много. Я считаю, честно говоря, что на продукт, на дисконт звать, ну, это как-то мелковато по мне, друзья. Я лично всегда зову на доход, я зову людей, которых интересует доход. Конечно, иногда приходят люди на дисконт, конечно, кто любит продукцию особенно, они приходят. Они нам тоже нужны, друзья. Нам важен товарооборот групповой, нам важно, чтобы у нас были всякие категории, да, людей в команде, да, и потребители, и продавцы, да, и бизнес-партнеры. Нам все важны, но важнее всего нам найти бизнес-партнера. Важнее всего найти себе подобных, которые будут нас дуплицировать, то есть будут повторять все наши активности, которые будут также хотеть получить доход, как и мы, которым не нужно объяснять, зачем зарабатывать деньги, да, у которых высоко стоит планка, и которым можно объяснить доступно идею бизнеса, и которые ее поймут. Еще для меня очень важно, чтобы партнеры приходили сильные, у которых нам самим будет чему поучиться. Очень интересно общаться с людьми, которые большего добились в жизни, чем в дни. Согласитесь? Я думаю, здесь все сами нас согласят. Поэтому очень здорово звать в бизнес людей, которые имели опыт в предпринимательской деятельности. Которые имели опыт в руководящих должностях. Я считаю, что для команды такие люди, особенно если они включатся в работу, это просто находка будет. Это будет просто кладезь таких наработок технических, которые помогут вам расти. Ребят, ну, маленько расскажу о своих способах рекрутирования. Конечно, самый главный способ это встреча с друзьями и знакомыми. Что может быть лучше, да? За чашечкой кофе со знакомыми, с подругами, с друзьями обсудить дела насущные, поговорить, пообщаться, да? И за чашечкой чаю или кофе конечно же люди делятся своими проблемами. И здесь, конечно, мы приходим им на подмогу, так сказать. Потому что кто ищет, тот всегда найдет. А мы, я думаю, раз мы здесь собрались, мы ищем, мы ищем бизнес-партнеров, и мы готовы воплотить любые способы рекрутирования в действие, да? А еще один у меня есть, один из моих любименьких способов, так как я врач-стоматолог, я это называю работа на работе. Что может быть прекраснее, чем поток людей, которые приходят к нам сами, которым не нужно назначать встречи для того, чтобы им рассказать идею нашего бизнеса? Ребят, я призываю всех, кто еще трудится на наемной работе, кому приходят люди, обязательно пользоваться своим служебным положением. Ну, конечно, это должно быть не в ущерб кому-то другому, да? Но почему бы не пообщаться, если человек сам к тебе пришел? Ну, вот как я могу умолчать, если ко мне пришел пациент полечить зубы, и мы с ним решили маленечко пообщаться о делах насущных, о природе, о погоде, да? И тут выясняется, что у человека не все в порядке с работой. Выясняется, что уходит в декрет девушка, либо выясняется, что сократили, уволили, друзья. Я не знаю, как вы, ребят, я не могу молчать в таких случаях. Как же так? Я, конечно же, начинаю рассказывать нашу идею, наш бизнес-план. Конечно, сразу маркетинг-план не рассказываю, но самое основное идея бизнеса, идея дохода. Это то, что я рассказываю. Приходится так делать, да. Еще один есть вариант, когда люди приходят, пациенты, к примеру, приходят и спрашивают, как дела. Это касается не только работы, но и телефона, но и друзей, которые на улице встречаются. Ну, как говорится, друзья, сами виноваты, что спросили, да, как же я могу промолчать, раз у меня все так замечательно, раз у меня столько изменений произошло за этот год жизни, раз у меня кардинально перевернулись многие аспекты моей жизни, друзья. Невозможно молчать. Я же хочу добра этим людям, я же к ним ко всем очень хорошо отношусь, да, как своих друзей, родственников, близких, так и своих пациентов. Я всех очень люблю, поэтому я не могу молчать, я должна поделиться этой идеей, да, ребят, ну почему людей зовем, вот я лично могу говорить для себя, ну не ради наживы же только, друзья. Конечно же, очень приятно людям помогать. Очень, вот, например, мне греет душу, когда люди меня благодарят, когда они радуются, когда они с благодарностью зовут еще кого-то, когда они рекомендуют меня. Это касается, я думаю, что любой профессии, да, например, вы парикмахер, вам очень приятно, если вас будут рекомендовать другим людям, да, что к вам будут люди ходить семьями, там, домами, не знаю, поселками, потому что вы завоевали хорошую репутацию. Вот так же и здесь, когда вас благодарят за вашу профессию, а здесь еще и благодарят за то, что мы даем такую прекрасную возможность получить доход таким способом, да, который не требует, ну, никаких дополнительных изначальных знаний, которому может научиться в принципе каждый, да, я здесь маленечко уже ударяюсь в презентацию возможности рефлейм, но, друзья, я думаю, что просто одно без другого не может жить, не может быть, поэтому сложно говорить на очень узкую тему. Итак, ребят, всеми любимый слайд вашего позволения я перевискиваю на еще один многими более любимый слайд, да, есть мнение, что люди не отказывают мне, потому что боятся, что я причиню им боль. Нет, отнюдь такого нет, все у нас полюбовно, как говорится, никого не запугиваю, только лишь закидываю, так сказать, закидушку я это называю, то есть я людей маленечко интригую, я им говорю, еще в начале своего пути я придумала одну фразу, которую сейчас многие пользуются, когда у меня спрашивают, как дела, ну, либо идет разговор обо мне, я говорю, представляешь, мы тут с подружками такое замутили, решили попробовать и работать в интернете. Вот такое дело у нас получается. Это очень интересует людей, особенно, когда дальше ты не продолжаешь, особенно, когда ты не пытаешься по-русски говорить ничего навязать человеку, да, ты его чуть-чуть заинтриговал и продолжаешь заниматься своим делом, например, зубличить человеку, да, человек при любой удобной возможности, как только ему удается рот закрыть, как только ему удается вспомнить об этом, он начинает задавать вопросы, а что же, что же, расскажи, расскажи. Вот, это один из моих самых любимых методов работы, то есть, кидать такую закидушечку. Еще один мой любимый, один из любимых методов работы, это когда я не предлагаю человеку напрямую присоединиться к нам, я предлагаю ему подумать и порекомендовать мне кого-нибудь из своих знакомых. Например, в переписке либо при личной встрече говорю, знаешь, я тут новым делом занялась, деньги начала зарабатывать совершенно новым способом, вот, у тебя нет случайно каких-то знакомых, кого интересует доход, кто бы хотел попробовать себя в чем-то новом, либо кто мамочка в декрете, но активная, позитивная, с активной жизненной позиции, может быть, ты мне посоветуешь кого-то, буду очень благодарна, вот, человек это все внимательно слушает, обычно говорить, что да, хорошо, я подумаю, а потом, либо в этот же раз, либо в следующий раз, он мне говорит, почему мне ты не предлагаешь, я вообще-то тоже хочу, я вообще-то мне тоже интересно, расскажи, вот, это тоже один из моих любимых методов работы. еще что хочу, друзья, сказать, помимо работы на работе, очень важна у нас внутренняя позиция человека, что такое внутренняя позиция человека, ребят, это, ну, такое ваше состояние, когда вы уверены в том, что вы говорите, когда вы четко формулируете фразы, когда весь ваш внешний вид моделирует ваше внутреннее состояние, когда весь ваш внешний вид, манера вашей речи, манера разговора, тембр голоса говорит за вас. То есть, если вы не уверены в чем-то, если у вас голос дрожит, если вы там чешетесь постоянно, сидите, если вы отвлекаетесь, не смотрите человеку в глаза, это, конечно, выдаст вашу неуверенность, это, конечно, выдаст то, что вы в чем-то сомневаетесь, что вы, может быть, ну, какие-то имеете причины не помочь человеку, не действительно бизнес его позвать, а может быть, у вас какие-то корыстные другие причины, да, что человек может начать вам не доверять. Вот. И, конечно же, внутренняя позиция человека определяет его манеру общения, то, как вы держите, да, то, как вы говорите. И это во многом, во многом, практически во всем, во всем определяет результат вашего диалога. Ради чего мы еще назначаем встречи, ребят? Конечно же, ради результата диалога. Конечно же, мы ждем согласия, конечно же, мы моделируем себе, да, позитивный исход беседы, позитивный результат. И, конечно же, мы должны стремиться к тому, чтобы наша внутренняя позиция, чтобы наш вид весь говорил за нас, да, чтобы мы свою уверенность вселяли в собеседника, да. И еще такая рекомендация, друзья, кто новички, либо у кого нет своей внутренней позиции пока такой уверенной, да, пользоваться внутренней позицией спонсора. Все очень просто. Ребят, ну, конечно, не нужно полностью одевать костюм спонсора, да, когда вы новичок, вы 0 или 3 процента и одели сразу костюм бриллиантового директора и пошли людей давать, а пойдемте со мной 300 тысяч зарабатывать, да. Конечно, над вами посмеются, и никто не поверит, у вас нет тех наработок и того опыта, который вы можете поделиться и который, я думаю, что просто виден, как говорится, в прямом взгляде, да, поэтому, конечно, нужно, чтобы костюмчик сидел, как говорится. Нужно одевать костюмчик свой, но пользоваться внутренней позицией спонсора. Как это? То есть уметь мысли, которые вам говорит спонсор, применить на себя, с этой точки зрения, с этой позиции вещать, собственно, да. Вот и все. Тогда, ребят, я думаю, что шансы большие. И, естественно, ваша речь, конечно, должна звучать естественным и понятным языком, да, для собеседника. Потому что, если вы начнете сыпать терминами, какими-то сразу квалификациями непонятными, которые новичок впервые видит, там начнете ему рассказывать какие-то уровни баснословные и слова какие-то, да, из маркетинг-плана, ну, ничего, человек не поймет вас и, скорее всего, не захочет разбираться, да, потому что вы ему непонятны. И еще, ребят, конечно же, каждый собеседник чувствует настрой своего оппонента. так же, как и вы должны чувствовать настрой вашего оппонента, да, так и ваш оппонент чувствует ваш настрой. И очень важно, чтобы вы были на одной волне. Очень важно уметь вовремя подстроиться и скоррелировать маленечко, да, ваши широты, так сказать, да, потому что если вы видите, что собеседник маленько чем-то удручен, чем-то расстроен, поговорите просто с ним, узнайте о его проблемах, узнайте. Ну, не нужно, конечно, это все переводить в изливание души, иначе эта встреча будет у вас плаканием в жилетку два часа, вы потеряете свое время и так ничего не сделаете, да, необходимо быть хозяином диалога, необходимо направлять диалог, но тем не менее не нужно пренебрегать с человеком. всегда важно показать вам заботу о вашем человеке, о вашем собеседнике, тогда, ну, люди просто к вам потянутся, да. Так, дальше, друзья, что еще я вам хотела сказать? Существуют такие техники планирования, о которых я вам маленечко сейчас расскажу. Ко мне пришел мой ребенок. Друзья, каждый человек, который целеустремлен, который знает, чего он хочет, мама работает, каждый человек должен найти время на создание своего бизнеса, так же, как он находит время для еды, сна и семьи. Почему? Потому как здесь речь идет об удовлетворении естественно свободных потребностей человека, да, друзья. Я считаю, что жить достойно и, допустим, иметь достойное жилище, да, иметь одежду, чтобы было не холодно, да, зимой, это такие же натуральные потребности человека, это такие же природные практически инстинкты, да, друзья. Поэтому очень важно не пренебрегать этим и вовремя, конечно же, с человеком об этом говорить. И очень важно, конечно, ставить очередность всех задач у человека, да, потому что очень часто люди говорят, что у меня нет на этом времени, у меня нет времени строить бизнес, у меня нет времени рекрутировать, я так занят, у меня двое, трое детей, пять работ, мне вот не до этого, вот не до вас совсем, да, необходимо четко понимать, хочешь ли ты всю жизнь работать, на пяти работах, хочешь ли ты всю жизнь бегать, как белка в колесе, да, вот лично меня очень привлекло это, потому что я всегда работала на двух работах, я бегала, как белка в колесе, я уходила из дома в восемь, приходила домой в девять, и я прекрасно понимала, что после рождения ребенка я так не смогу, а доходов я хочу, поэтому что нужно, нужно что-то поменять, да, нужно как-то работать более эффективно, я прекрасно понимала, что на двух работах я работать уже не смогу, ни физически, ни морально, да, поэтому необходимо выбирать, да, как говорится, если произойдут какие-то у вас обстоятельства, скажем, которые важнее, чем, например, пойти на работу, там, встать в шесть утра, да, по будильнику, пойти к тещи на блины, еще куда-то, да, возможно, знаете, есть такой пример один, более жесткий, ну, он дает понимание, да, к примеру, когда человек говорит, мне некогда, 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 а что вдруг будет, если, к примеру, ну, произойдет какая-то ситуация, например, ты вышел из подъезда и сломаешь руку, смогут ли тогда твои планы измениться на этот вечер, или все будет проходить точно так же, как до этого, да, я думаю, что тогда первая очередная задача, главная задача будет другая, да, в такой ситуации, поэтому, друзья, очень важно всегда понимать, что главное, а что второстепенное, исходя из этого, ну, начинаем действовать, да, и еще второе, график тренировок, есть такое понятие, как график тренировок, вот, например, ребят, вот в нашем бизнесе, в нем, ну, как в спорте, я вот такое сравнение тоже люблю проводить, например, чтобы в спорте достичь каких-нибудь хотя бы минимальных результатов, необходимо системно и регулярно тренироваться, ну, как это системно и регулярно, ребят, ну, вот, в моем понимании, это 3-4 раза в неделю, поправьте меня, может быть, кто-то думает по-другому, сколько должна длиться ваша тренировка, ребят, чтобы достичь хотя бы каких-то результатов, да, но это не 10, не 15 минут, явно, да, это где-то час-полтора-два, ну, где-то полтора в среднем, да, ребят, вот, и если вы будете так тренироваться, это мы не говорим о том, что вы на Олимпиаду собираетесь, да, или там, я не знаю, куда, на чемпионат России, это просто, чтобы для себя, чтобы быть в форме, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы выглядеть отлично, некоторыми для того, чтобы похудеть, это, ну, это такие стандарты, которых необходимо придерживаться для того, чтобы был результат, и то, ребят, результат будет не сразу, все мы с вами знаем, да, что результат будет где-то, ну, может быть, такой хороший, устойчивый, да, месяцев через 6, через 8, иногда через год, да, потому что, ну, все зависит от конечного исхода, да, и то, это мы с вами говорим о, скажем так, о любительском спорте, да, друзья, если мы с вами будем говорить о спорте профессиональном, здесь кардинально все отличается, да, ребят, вы все понимаете, что если спорт профессиональный, что это не одна, а 2-3 тренировки в день, что это полностью другой стиль жизни, это полностью все по-другому, да, так же и в нашем бизнесе, ребят, если вы хотите достичь каких-то маломальских, ощутимых результатов, нужно работать системно и не раз в неделю, а стабильно, постоянно, систематично, и только через какой-то промежуток времени вы получите какой-то доход, ну, это, ну, это по-честному, почему через какой-то промежуток времени, потому что только через какой-то промежуток времени вы станете профессионалом в какой-то области, да, своей, ну, мы говорим сейчас про рекрутирование, да, ребят, потому что не бывает такого, чтобы вы, вот начали рекрутировать, у вас сразу получилось. Друзья, может быть, случайно, может быть, там, на позитиве, либо люди вам попались вовремя нужные, да, но так, чтобы вы научились рекрутировать, скажем так, большими массами, так, чтобы у вас был поток прям рекрутов, качественный поток, качественное сопровождение, этому, безусловно, нужно учиться. Поэтому, ребята, компания нам все предоставляет, у нас все методы обучения, все инструкции, все есть, шикарнейшие вебинары, шикарнейший сайт обучающий, все, бери, пользуйся, пожалуйста. Так нет же, нет времени, да, очень часто мы с этим сталкиваемся. Но мы это не ставим в проблему, это просто, скажем так, естественный отбор происходит, да, люди не все готовы, и мы тоже должны это понимать. Еще что хотелось бы сказать, ребята. По техникам общения. Очень важный базовый принцип подачи информации – это разговор о выгодах вашего собеседника. Человеку все равно, ребят, как много вы знаете. Пока он не увидит в ваших словах пути решения своих личных задач, он не будет прислушиваться к вам. Друзья, так мы все устроены, да, и ничего здесь не поделаешь, потому что люди в какой-то степени, в любом случае, в любом случае эгоизм в какой-то степени присутствуют в каждом из нас. Каждый из нас дорожит собой, своим временем, своей семьей, чуточку больше у кого-то, больше, чем чуточку, да, чем, ну, временем и семьей других людей, да. Это естественный процесс, да. И не нужно сразу на человека вываливать все то, что вы знаете. Не нужно сразу говорить ему все. Вот все, что вы где-то слышали, все знания, все, что вы читали, все, что вы слышали, не надо нагружать человека, да. Есть еще такая поговорка, что нельзя, как она звучит, нельзя в 200-граммовый стакан влить литр воды, ребят, да. Но не войдет все, да. Вот и в каждом собеседнике, вот, представьте, в голове у каждого есть такой стаканчик, в который мы вливаем информацию, в который мы вкладываем те знания, которые в нас бурлят, да. А мы же, особенно в начале, мы же идем рекрутировать, вот мы пришли, мы новички, да. Нам спонсор сказал, иди, ты знаешь, и мы идем, и у нас столько знаний, мы хотим все это сразу, да, выпалить, мы хотим всем поделиться. Мы же желаем добра собеседнику, да, поэтому мы будем сейчас разговаривать обо всем, да. Не нужно этого делать, потому что, ну, стаканчик, уровень наполнился, как говорится, бах заполнен, дальше человек просто вас не слышит. Дальше у него крышечка закрывается, и он просто перестает вообще понимать, о чем вы с ним говорите, друзья. Дальше просто вы, ну, зря расходуетесь в свою энергию и время. Что важно здесь? Важно, чтобы то, что вошло в стаканчик, это и было той информацией, которую вы хотели донести до человека. Важно, чтобы это было не стаканчик с прелюдией, чтобы вы только еще собираетесь ему рассказать, да. Важно суметь все самое ценное сказать сжато, интригующе и показать выгоду собеседнику, да, друзья. Тогда я считаю, что это будет максимально успешный результат биолога, да. Вот, еще что хотела сказать, ребят, чуть-чуть еще забыла привести такой пример есть касательно тренировок, да, что есть такая тоже поговорка, которая, ну, и касательно нашего бизнеса можно ее применять, что невозможно ускорить процесс рождения ребенка, даже если к этому делу привлечь сразу 9 мужчин, да. Не получится быстрее, ребят, не получится наработать опыт быстрее, пока вы не набьете шишек, пока у вас не будет достаточное количество отказов, пока вы не научитесь грамотно реагировать на отказы, пока вы не научитесь грамотно реагировать на согласие, потому что это тоже очень важно, грамотно реагировать на согласие. Когда человек соглашается, чтобы с вышельным видом не бежали к нему, не целовали его, чтобы он не думал, что был у него такой единственный, неповторимый, и теперь вы главный. Нет, конечно. Поэтому важно научиться, важно научиться всему, чему вас учат спонсоры. Я бы так сказала. И еще, ребят, в техниках обучения хотелось бы сказать, что есть такая страза Андрея Миронова, что уровень мастерства – это количество штампов. Ну, Андрей Миронов – это наш знаменитый актер. И что такое штампы у актеров? Это такие небольшие заготовочки, заготовки ответов на часто задаваемые вопросы. То есть у актеров считается, что чем больше у актера штампов, то есть ответов на какой-то часто задаваемый вопрос, и чем они разнообразнее, тем это более гениальный актер. Там еще есть какие-то сравнения в численном эквиваленте. Ну, в общем, друзья, мы должны с вами быть как те актеры. Мы с вами должны иметь кучу заготовок ответов на каждое возражение, на каждую реакцию нашего оппонента. Для чего? Ну, во-первых, естественно... Для чего, друзья? Для чего? Ответьте мне кто-нибудь, для чего? Для того, чтобы разговор ваш выглядел естественным, чтобы вы не говорили шаблонами, чтобы вы не говорили одну и ту же заученную фразу, когда вам человек говорит, что здесь хорошего, чтобы не говорили, а вот знаешь, у нас такой маркетинг-план, у нас вот нужно выйти на бриллиантового директора, или у нас вот здесь нужно выйти на 22%. Подход ко всем очень индивидуальный. Настолько индивидуальный, что очень важно для начала узнать суть человека. Очень важно для начала, ну, когда вы с человеком начинаете общаться, поговорите с ним просто про жизнь, хотя бы маленько про жизнь, да? Узнайте о его потребностях, узнайте о том, чего он хочет, узнайте о том, чем он живет, какие у него проблемы, для того, чтобы вы смогли предложить ему решение его задачи, да? Потому что, ну, я уже говорила, почему, да? И, простите, заговариваюсь. Если вы будете иметь в голове сразу большой вариант, вот этих штампов, ответов, ваш разговор будет наиболее непринужденным, наиболее интересным и наиболее результативным. Как можно наработать большое количество штампов? Ребят, опять же, только исключительно опытом, только опытным путем. Чем больше вы встреч проведете, чем на большее количество возражений вы ответите, чем больше отказов вы получите, тем больше у вас, в ваш стаканчик сложится штампов. Вот. Поэтому не бойтесь времени. Главное, использовать свое время по назначению, для того, чтобы достичь тех целей, которыми мы с вами все идем, да? Еще, друзья, что хотелось бы сказать. Да, вот еще по поводу времени. Что тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожнике. Альберт Эйнштейн. Тоже очень мудрая фраза, на мой взгляд. Да? Потому что сейчас, я думаю, что все мы понимаем, да, сколько времени необходимо, чтобы стать профессионалом. Что у кого-то чуть быстрее, у кого-то чуть медленнее. Ну, у каждого свое время, у каждого свой темп развития, и у каждого, ну, во-первых, цели разные, да? Поэтому пользуемся, применяем и держим в голове. Очень важно, друзья. Что еще интересного сказать? Я могу вам... Еще очень важно быть в ресурсном состоянии, конечно. Что такое ресурсное состояние, друзья? Это такое ваше состояние, когда... Когда вы готовы к восприятию любой интересующей вас информации. То есть, вы обращаете внимание на все нюансы, которые могут привести вас к достижению вашей цели. Ну, например, есть такой один легкий пример. Например, когда вы... Вам необходимо снять помещение в аренду, например. Да? Когда вы этим делом заинтересованы, когда вы увлечены, когда вы изучили все доски объявлений, когда вы даже специально... Когда вы просто даже идете в таком состоянии по улице и ничего не выискиваете. У вас просто взгляд уже наточен и натренирован. Вы, может быть, раньше бы и не видели, но тут вы будете сами замечать. Аренда, телефон там сдается, там, соколь сдается, квартира, еще что-то. То есть, когда вы ищете, вам, во-первых, эти ситуации будут сами даваться оттуда. Во-вторых, вы будете видеть эти ситуации. Потому что раньше, если вы были просто обывателем, у вас сроду не интересовала эта аренда, да вы не обратите внимание даже на это объявление. Вы, скорее всего, если... Ну, этим не заинтересованы. Вы, скорее всего, даже не знаете... Вы понимаете, в квартале, в двух кварталах от вас вообще есть ли хоть одно помещение, которое сдаётся в аренду, да, ребят? Поэтому так же и в нашей деятельности с вами, ребят. Когда мы ищем людей, мы обращаем внимание на все малейшие подробности. Мы обращаем внимание и на знакомых, и на незнакомых, на всех, да? Потому что мы сейчас уже, ни для кого не секрет, можем и познакомиться с незнакомым человеком на улице, и где-то в какой-то инстанции, в магазине всегда можно холодный контакт превратить в тёплый. Особенно если вы находитесь в ресурсном состоянии, вы открыты к диалогу, вы позитивны, вы фонтанируете энергией, вы фонтанируете энтузиазмом, да? Вы добрые, отзывчивые, вы приятные, вы улыбаетесь. Ну, почему бы с вами не пообщаться, ребят, да? Вот поэтому это ресурсное состояние очень важно держать вот здесь и вот здесь и только с ним идти к людям, друзья. Неважно, к знакомым, к незнакомым, без него ничего не получится. Будете вы унылые сидеть и что-то там вещать, да кому будет интересно. Да сроду никому не будет интересно. Вот, вот даже вот приведу пример из недавнего. Я на парад успеха, который у нас будет проходить, заказывала билет в типографии. Со мной работала директор типографии, не знаю почему, но вот почему-то она сидела и принимала у меня заказ. Мы с ней говорили о дизайне, там, картиночки я ей принесла, мы с ней придумывали, как что будет выглядеть, что я хочу, она узнавала мои пожелания. Вот, потом еще заодно я ей сказала, что мне нужны визитки. То есть я понимаю, в чем человек заинтересован, но если у меня тоже есть попутный интерес, почему бы им не воспользоваться, как говорится, да? Ребят, то есть мы беседовали, ни слова про Reflame, на билетах не будет написано Reflame, там будет написано другое интересное название. Вот, картинка очень интересная, мотивирующая. Ну, ей было очень интересно, чем мы занимаемся. Я молчу, как партитан, и уже когда настало время уходить, мы с ней очень мило пообщались, я уже практически встала и пошла. Я достаю из сумочки каталог и визитку. Я ей дарю и говорю, что вы мне так помогли, вы мне так понравились, с вами так было интересно общаться. Вот, позвольте вас отблагодарить и подарить вам вот этот каталог с визиткой. Вы не думайте, мы продажами не занимаемся, это просто такой вот так доброй воли, мне хочется вот чем-то вас отблагодарить. Ну, примите просто от меня в подарок, пожалуйста. Как она обрадовалась, ребят, серьезная женщина, взрослая женщина, она так обрадовалась, говорит, то есть спасибо большое, я обязательно посмотрю, мне очень приятно. А мы вам сейчас тоже сделаем подарок. Вот, она тоже мне подарила подарок, там какие-то стикеры, ручку в пакетик подарочный положили, визитку тоже свою подарила, на которой, кстати, e-mail тоже ее есть, почтовый ящик. Поэтому, друзья, не бойтесь идти на контакт. Я еще пойду забирать эти билеты и визитки, поэтому диалог еще не закончен. Она заинтересовалась, сказала, что у нее в Арифлейм раньше была дочь, ну, это еще было лет 20 назад. Это я к чему, ребят? Ресурсное состояние, оно дает вам пропуск практически везде в жизни, не только в Арифлейм, не только в нашем бизнесе, не только в каком-то другом бизнесе, просто по жизни. С ним идти вместе легче, с ним идти не страшно, с ним идти, если вы будете, у вас всегда будет рядом с вами, будут всегда друзья, с вами всегда будут приятные собеседники, с вами всегда будут те, кто должен быть, с вами будут те, кто не ставит вам под ножки, А те, кто подают руку и помогают перешагивать через ручейки, через канавки. Поэтому, друзья, это тоже мой любимый метод, как любимый метод моих спонсоров, как любимый метод моих ключевых партнеров. У нас есть прекрасный вебинар, ролики Бердюгина на тему ресурсного состояния и активных контактов. Поэтому, ребят, используйте, пожалуйста, в своей практике. Очень рекомендую. Друзья, здесь маленечко не видно из-за меня, но да ладно. Что еще хотела я показать этой картинкой? Важно зажечь собеседника своей идеей. Важно сделать вовремя ту самую закидушечку. Важно вовремя сделать то самое ненавязчивое коммерческое предложение. Важно ту самую интригу запустить. Вовремя, красиво, играючи. Строить бизнес играючи так интересно. Ребят, такой азарт просыпается. Вот у меня лично спортивный интерес частенько меня посещает, что я просто получаю от этого удовольствие. И когда вы зажигаете собеседника, когда он не уныло соглашается, когда он на подъеме, когда он, как вы, расправляет грудь, когда он подушевлен вашей идеей, ребята, кто его сможет остановить? Бывает, конечно, что он приходит домой и его там бьют по затылку, да? Но чаще всего, если человек подушевлен, если вы для него пример, если для него ваше мнение важнее, чем мнение тех лузеров, которые на лавочке сидят, конечно же, вы получите бизнес-партнера. И еще, друзья, вот еще один мой, один из любимых слайдов. Жизнь, как езда на велосипеде. Если тебе тяжело, значит, ты идешь на подъем. Ребят, не бывает легко, как в спорте, как в бизнесе, как в жизни вообще, не бывает легко делать что-то новое, делать что-то новое серьезное, делать что-то новое стоящее, да? На все это необходимая энергия, но она потом окупится, оплатится вам, не только в денежном эквиваленте, а и в эмоциональном эквиваленте, да? Ребят, я еще не заканчиваю, я еще не закончила, подождите, подождите, благодарите, не расходите. Еще будет парочка интересных слайдов. И поэтому не пугайтесь, друзья, трудностей. Если трудно, радуйтесь, друзья, значит, вот оно поперло, значит, вы сейчас достигнете чего-то высокого, чего-то большого, чего-то такого, может быть, чего никогда не достигали. Воспринимайте это с любовью, да? Нас наши спонсоры учат любить трудности, любить преодолевать, да? Потому что мы в такие моменты совершенствуемся, мы становимся на одну, на две, на три головы выше. А что, друзья, может быть важнее, да, чем самосовершенствование, да, самопознание? Ну, мы достигаем, мне кажется, такой вообще немыслимой гармонии какой-то. Ребят, вот еще одна из моих наилюбимейших картинок, как тимуровцы помогают одинокой бабульке. Ребят, ну я не могу без юмора и без шуток, вы меня знаете. Не нужно никого тянуть и тащить. Узнайте сначала человеку, интересно вообще предложение ваше или нет. Не нужно говорить, пожалуйста, пойдем, у меня вот сегодня еще нет ни одной регистрации, ну мне вот надо, вот чтобы меня спонсор похвалил, или вот мне просто надо, чтобы вот у меня, да, кто-то был записан, да. Не нужно этого, зачем распыляться, зачем тратить энергию, друзья. Может быть в десяти метрах от этого стоит бабушка, у которой сумма в два раза больше, и которой намного важнее ваша помощь, да, может вообще слепая стоит, которая не видит зебру, да, или может дедушка стоит, который хочет, чтобы вы ему помогли. Друзья, разуйте глаза, снимите очки, посмотрите вокруг, вокруг очень много интересных людей. Сейчас очень многие рассматривают деловые предложения, да, в нашем мире. Выдохну. Я заканчиваю, ребят, и еще две минуты. Посмотри. Ой, очень красиво, молодец. Ребят, вот эта фотография символизирует связь поколений. Здесь изображены моя бабушка, моя мама, я и моя дочь Даша. Вот, я их всех очень люблю, и я хотела этим фото показать то, насколько же много мы имеем сейчас, и сколько же много мы можем вложить в будущее. Друзья, посмотрите, разве, вот бабушка, мы все врачи, кроме ребенка, по профессии. Когда бабушка моя училась в институте, у них из всей фармакологии только пенициллин был. Представляете, у них антибиотики только открыли практически, и только начали изучать. И очень, очень мало наука была развита. Когда мама работала, но она сейчас еще работает, уже было больше. Представляете, сейчас сколько всего, а сколько еще потом будет. Вот так же и в нашей профессии, в нашем информационном веке постоянно происходит развитие. Столько новых методов работы, столько новых вариантов, всякие гаджеты появляются. Друзья, всякие разные у нас возможности есть общаться, есть куча вариантов. Сейчас практически у всех есть личный транспорт. Вспомните, что было 50 лет назад, да, разве были такие возможности? Да нет, конечно, не было, да. Поэтому, ребят, просто преступление в наше время не использовать все то, что нам дает эволюция, все то, что нам дает цивилизация. Поэтому используйте это с гордостью. Не надо стесняться. Не надо стесняться, что вы занялись чем-то, скажем так, отличным от вашей нормальной, обычной работы, отличной от того, что делают все остальные. Будьте индивидуумами, будьте индивидуальными, будьте интересными, будьте не такими, как все. Людям интересные такие люди, да, с ними интересно общаться. Только не будьте занудами, чтобы ваши разговоры не сводились всегда только по рефлейм, да. Поэтому, друзья, что еще хочу сказать? Хочу сказать спасибо за внимание. И вот такой чудесный ролик, не ролик, а слайд, вернее. Как определить хобби человека осенью? У нас, я думаю, это уже не хобби, это наше любимое дело. Сначала, посмотрите, по загару человека можно определить, что он любит. Вот я думаю, что кто летом будет хорошо работать, будет выглядеть приблизительно так же, как вот этот дяденька справа. Главное, чтобы у нас не были у всех такие прически одинаковые. Ну, а солнцезащитные средства у нас есть замечательные. Поэтому я думаю, что в современном мире нам не грозит такой загар. Друзья, я всех благодарю за внимание. Я очень вам благодарна, что вы пришли, что вы послушали, что вы меня благодарите. Я очень рада быть полезной. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Друзья, встретимся на концерте, на параде успеха в Москве и в Сочи. Всех люблю, всех, что вы, ваша Анастасия. Спасибо. Спасибо.